и друзья здравствуйте с вами владимир тишко и сегодня наш пилотный может сказать проект под названием секреты тренировки трейдера занятие номер три добрый вечер медхат здравствуйте яков здравствуйте евгений всем вам привет поздравляю с пятницей с прошедшим днем солнечного ли там лунного затмения здравствуйте олег сейчас я переключусь на не камеру чтобы было нам совсем весело и вы меня могли видеть всем привет добрый вечер итак давайте поговорим сегодня сегодня о том что ну вообще данный семинар не выглядит формате у меня как мне лично кажется в будущем формате семинара то есть я бы хотел все это построить формате клубного дня естественно говорить общаться вот в режиме онлайн вы пишете я комментирую говорю там те или иные моменты но пока еще как бы все идеи не реализованы у меня не 8 рук не дни две головы и все не успеваю просто вот категорически на все не хватает времени и давайте пока будет наш семинар строится вот по следующей схеме первая часть это водная часть для всех начинающих то первый раз подсоединяется к данному семинару то есть поговорим вот о тех целях которые перед собой ставят трейдеры какие необходимые условия для успеха должны быть так или иначе как добиться стабильности и что такое тренировка что дает тренировка это примерно вот 10-20 минут поэтому все кто смотрит данный семинар уже не первый раз второй раз в принципе можете совершенно спокойно сходить заварить кофе чаю в общем-то так лениво слушать может задавать какие-то вопросы вот то есть тема вот это пока не будет меняться вторая часть семинара наверное наиболее интересная наиболее такая живая я хочу показать опять же и с одной стороны для начинающих трейдеров базовое упражнение вот то упражнение которое рекомендую делать всем кто желает встать на этот путь то есть все-таки добиться какого-то успеха чтобы успех был стабильно все-таки я вот волей или неволей говорю вот в данном случае даже по вас я подражаю что вот каждый из вас кто слушает смотрит данный семинар желает перспективе стать профессиональным трейдером понятно что не все добьются этого то есть у каждого какая-то своя цель но вот как бы это из головы я вот свою эту идею выгнать не могу никак и поэтому буду говорить именно с этой позиции то есть вот некий вы такой условно интернет-зритель который говорит я хочу достать профессиональным трейдером я хочу научиться у меня пока ничего не получается вот что нужно делать вот поговорю расскажу о базовом упражнении покажу расскажу вот суть этого упражнения если будут такие вопросы почему так а не по-другому принципы тренировки и как анализировать результаты да добрый вечер джейхон здравствуйте дмитрий николай олег там и все 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 я увидите я уже вошел как бы в рабочий режим то есть вторая часть это более живая часть мы будем рассматривать результаты работы трейдеров в режиме онлайн я дам всем желающим логин и пароль то есть они легко сможете подключиться к этим торговым счетам смотреть анализировать и самое главное чтобы я хотел в итоге что должно получиться вы должны наверное вот по тем же самым принципам с теми же самыми же подходами подойти к анализу своих торговых счетов то есть точно также вы можете анализировать свою торговлю я более чем уверен все начинающие трейдеры встают на иди и те же грабли они их одинаково все бьют по голове и вот в общем то весь процесс становления трейдера это прохождение каких-то стандартных базовых ошибок почему даже никогда человек не становится какой-то индивидуальностью возьмите любой учебник посмотрите любое интервью с каким-либо состоявшимся трейдером профессиональным трейдером чемпионом который добился каких-то успехов все говорят они об одном и том же это навязано с какой-то в какой-то степени в зубах уже вроде как одно и то же пересказать здесь больше нечего но тем не менее вот происходит наступление на грабли вот пока человек сам десять раз не станет сам себе по лбу не ударит с этими же граблями то есть он не дойдет может быть у него что-то в голове должно шевельнуться поэтому вот показываю рассказываю принципы этого упражнения делаете самое интересное что когда вы добьетесь вот того стабильного успеха на тренировочном счете я могу сказать смело переходите на реальный счет вот с теми же самыми параметрами точно также терять деньги не будете будете зарабатывать я не говорю о том что вы добьете каких-то супер успехов но моя задача подать вам путь к стабильной торговли чтобы результаты были для вас понятные чтобы ничего не пугало ну и соответственно третья часть это ответы на вопросы я думаю что я буду комментировать прямо по ходу поэтому не стесняйтесь задавайте ваши вопросы и если останется время отвечу на те письма которые пришли по электронной почте по поводу анализа не успеем ну тогда уж перенесем на клубный день итак добрый вечер всем остальным давайте начнем вот первая часть она может быть уже будет кому-то навязла в зубах пропустите как уже сказал пройдите прогуляйтесь 10-15 минут новые вы ничего не узнаете давайте немножко начала я о чем бы хотел в первую очередь сказать о трейдерах естественно все наверное смотрели или смотрите или будете смотреть семинар под названием основу профессии трейдер его часть слайдов я взял из этого семинара часть слайда взял из семинара по управлению капиталом там из других семинаров и спецкурсов в общем-то такая сборная солянка который где суть в общем-то я хочу привести вас ну каком-то общему знаменателю то есть высказать свои мнения по той или иной проблеме или по тому или иному моменту трейдинга и так давайте опять же начнем немножко издалека кто такой трейдер чем он занимается трейдер это профессиональный участник торгов спекулянт участник торгов на финансовых рынках совершающие операции с целью получения прибыли термину спекулянт не нужно пугаться это старинное латинское слово означающие в настоящий момент трейдер в чем суть работы трейдера это анализ текущей ситуации анализировать мы можем с помощью технического фундаментального анализа и по результату анализа заключение торговых сделок просто элементарно вроде бы даже в зубах навязло трейдером может стать настоящий момент любой человек имеющий компьютер и выход в интернет из чего складывается прибыль вообще давайте-ка сейчас мы немножко напряжем свой мозг и я могу сказать так что в принципе любой человек может зарабатывать на рынке то есть неважно как он будет анализировать ту или иную ситуацию но прибыль на рынке складывается из двух из двух составляющих всего две составляющих вы должны зарабатывать примеру за какой-то определенный период суммарно набирать некое количество пунктов прибыли может быть покупать и продавать дороже либо может быть продавать дорогое и покупать дешевле но суммарно вы должны заработать вот какую-то норму прибыли в пунктах это с одной стороны это является одной из причин почему трейдеры зарабатывают деньги и второе немаловажная составляющая этого успеха это то количество товара которое вы используете в сделке но в нашем случае понятно вы понимаете вот одна сотая это один финансовый результат при заработанных кстати примеру 100 пунктов прибыли а вот если вы совершаете сделку и заработали те же самые 100 пунктов то вошли одним лотом как вы понимаете результат будет в разы больше и поэтому вся прибыль вот весь секрет трейдинга заключается в простейших элементарных вещах то есть вы суммарно должны набрать за какой-то определенный период количество пунктов прибыли и соответственно совершая сделки каким-то определенным объемом и это будет вот вот ваш результат фактически все вроде бы просто элементарно можно сделать одной сделкой можно сделать эти пункты тремя сделки четырьмя сотни сделок но суммарно должно получиться вот так дальше давайте пойдем на естественно трейдеры вот к чему я хочу всех подвести к тому что существует группа трейдеров вот которые я называю новички или начинающие новичок это тот трейдер кто делает свои первые шаги то есть шаги это первые три месяца то есть вот он смотрит семинары читает книги пробует торговую систему всего боится не понимает почему растет почему падает начинает выстраивать какие-то там свои собственные новичковые теории знакомятся как уже сказал с рынком дальше если апатия или этом скучно не стало трейдер переходит на реальный счет либо начинает тихонечко работать на рынке смотрят также семинары практикуется 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 набирает мастерство и опыт и вот до двух лет практики то есть два года реальной торговли это трейдер начинающий он еще не столкнулся со всеми проблемами но тем не менее как бы большая часть вот тех насущных ежедневных ситуаций она как-то пройдена трейдер начинает понимать что здесь требуется а дисциплина эмоциональную устойчивость каждый говорит у меня там жадность проблема у кого-то наоборот страх то есть знаком 3 на самом деле трейдер знакомится с самим собой трейдинг ничем не отличается от нашей обычной жизни то есть жизнь у нас также к один осторожный другой наоборот агрессивный здесь то же самое только все качества проявляются очень быстро и в общем-то склады накладывается на результат то есть работа очень с одной стороны тяжелая нервная с другой стороны как понимаете на приносит деньги так вот начинающий трейдер до двух лет и вот после двух лет когда освоен основные действия трейдер становится продвинутым трейдером и он будет в этом в этом в этой роли находиться еще наверное года три до пяти лет где-то вот я бы сказал так в этом случае трейдер начинающий потихоньку начинает осваивать а те ситуации с которыми можно столкнуться на рынке на рынке всегда ничего двери ничего нового не происходит это слава богу но к сожалению фазы скажем растущего рынка и фаза нисходящие тенденции и фаза долгосрочного какого-то бокового состояния рынка встречаются не раз в месяц раз в несколько лет ну даже может быть замечаете кризисы ну к те кто прожил уже достаточно много наверное скажут да все кризисы мы можем почти перечислить по пальцам каждые 4-5 лет у нас встречается так или иначе кризис ну давайте возьмем самые известные кризисы вот которые помните уж точно 98 год потом у нас 2004 год мало кто его помнит потом 2008 сейчас там 2014-12 опять у нас системный кризис в мире в нашей конкретно стране санкции так что рынки бывают в разных состояниях и тут нужно научиться и работать и там и там и там кстати проблема вот о чем я хотел бы сказать очень важный момент может быть замечали даже кстати по пам счета можно заметить это многие трейдеры успешные трейдеры которые находились в топе зарабатывали зарабатывали два-три года успешной работы а потом бац и вдруг у них переставило что-то получаться возьмем у одного из управляющих петров иван работал 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 вроде бы он должен повышать свое собственное мастерство то есть уровень его должна расти 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 но вот в итоге трейдер попал в просадку и вовремя закрыл свой пам счет открыл новый как так вот парадокс да вроде бы должен должно расти мастерство почему такое происходит вот частая проблема это опытных трейдеров или продвинутых трейдеров с тем что они попали в одну фазу рынка и научились там хорошо работать а потом рынок поменял свое направление если брать даже этого управляющего зная примеру как он принимал решение ну могу сказать так что стоял против американского доллара по фунту и насколько я знаю насколько я понимаю то что он писал своей декларации то есть у него финансовый инструмент фунт против доллара то есть он покупал фунты считал наверное отку отскок но тут видели что произошло с американским долларом и вот фактически год назад как началась тенденция так она и продолжается поэтому все кто научился работать в одной фазе рынка все кто шортил американский доллар естественно сейчас очень серьезные пострадали появилась другая группа трейдеров который говорит как я хорошо зарабатываю как я умею хорошо зарабатывать на росте американского доллара я вас уверяю через несколько лет может быть там через несколько месяцев тенденция так или иначе сменится таких трейдеров тихонько смоет удушливой волной рынка появится другая группа трейдеров поэтому научиться работать в этих разных ситуациях это вот как раз уровень трейдера экспертного уровня когда пройдено все и вся принципе понимает трейдер что ничего нового не происходит нужно только вовремя подстраиваться под тенденцию тренд твой друг ну и соответственно есть отдельная группа тоже опытных трейдеров я их называю управляющими то есть это эксперт который занимается управлением управлением средствами инвесторов то есть опытный эксперт и профессионал это лично для меня практически одно и то же в одном случае он взял взялся за профессиональную работу в другом случае не взялся поэтому у наш семинар в общем-то построен для то на для тех кто является новичком начинающим и желает войти вот на уровень продвинутый а дальше уже развиваться искать свое место в жизни в трейдинге еще важный момент который бы мог хотел бы я сказать для всех трейдеров можно ли научить пишут письма периодически скажем владимир возьмите хочу быть стать профессионалом научите меня вот мое мнение что научить невозможно поэтому я даже уже и отказался от этих попыток учить я сделал следующее вот могу сказать что информацию я вам буду предоставлять по мере своих знаний по мере своих умений вот а учиться вам придется самостоятельно хотите я думаю вы научитесь то есть секретов у меня вообще никаких нет все могу рассказать показать без каких-либо проблем на своем уровне как говорится компетенция тоже не все знаю но скажем говорить что вот я вас научу и вы научитесь я этого сказать не могу потому что учишь 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 а потом через три месяца человек забывает все что вроде как ему пытался донести поэтому учиться вам придется самостоятельно только методом проб и ошибок и моя задача наверное заключается в том чтобы сократить вот этот путь от новичка до опытного сделать его более легким более простым чуть более простым сократить ваше время самосовершенствования еще один важный момент который бы я хотел отметить всегда стоят цели у всех трейдеров абсолютно разные то есть это тоже я считаю очень важной важной составляющей становления любого трейдера потому как вот лично я делю всех трейдеров по целям по трем целям то есть это игра спорт и профессия по большому счету наверное спорт тоже можно как-то условно назвать игровой деятельностью человека если буквально если говорить спорт это игровая деятельность человека нацеленная на достижение высших результатов поэтому можно сказать вообще целей то две но давайте уж я добавил еще одну игра развлечения хобби второе спорт цель достижения высокого какого-то серьезного результата и третий вариант это история эта профессия источник дохода профессиональный трейдинг в нашем случае давайте я буду подразумевать не то что вы устроитесь в банк и будете супертрейдером а вы будете управляющим по м счету вот такой уровень я по крайней мере для себя поставил для тех кто вот хочет чему-то научиться давайте поговорим вот об этих целях вот каждую цель можно всегда выразить спортивную или профессиональную естественно любой скажет конечно я хочу заработать деньги вот для кого-то цель я желаю заработать миллион там 150 тысяч мне нужно заработать на квартиру кто-то там говорит в общем задача такая то есть на вполне осязаемо но кажется вот на старте очень такой недосягаемый то есть она достигаемо но вроде как добиться ее не очень просто в жизни не все так с одной стороны сложный но и другой стороны все так просто другая цель которую озвучивают трейдеры когда знаешь а зачем вы пришли в трейдинг кто-то говорит вот многие кстати говорят особенно новички вот это такой типичный ответ новичка я хочу десять процентов в месяц зарабатывать моей точки зрения что это тоже возможно но на коротком промежутке времени короткий промежуток времени это год там два года дальше будут проблемы то есть доходность ежемесячная будет от так или иначе понижаться и с этим ничего не поделать кто-то к ставит цель тоже такой спутал по такой вполне осязаемый ориентир кто-то говорит вот зачем хочешь заниматься трейдингом знаешь я хочу зарабатывать мне там нужно будет зарабатывать среднем хотя бы тысячу долларов в месяц тогда я уволюсь из своей работы на которой работаю мне она не нравится я вот хочу быть заниматься трейдингом быть хозяином своего дела чувствуете разные цели вообще их даже тут по другому по разному мы и будем добиваться и есть вот вполне профессиональная цель кстати я немножко даже может завысил 30-40 процентов год и в годовых вот есть такая отдельная группа кстати профессионально подготовленные трейдеры в большей степени ставят перед собой вот такие как бы нам кажется сначала 30-40 процентов годовых может быть 20 процентов но стабильно на протяжении долгого долгого промежутка времени поэтому я даже скажу что последняя цель это вот именно эта цель стабильно из года в год увеличивать свою капитализацию на 20 процентов это самая сложная цель из всех этих вот проще достигнуть миллиона нежели вот делать 30-40 процентов годовых но на протяжении долгого отрезка времени может быть у вас это как бы немножко шокирует но я скажу так это вот примерно как анекдот там есть про хаттабача типа хочу чтобы пока рассказывать давайте не будем не буду рассказывать анекдот потом придет момент я расскажу ну и соответственно способы достижения цели могут быть разные но вот любая цель на основах управления капиталом я уже говорю о способах о методах но сейчас вот как раз хочу озвучить спорт или профессия вот итак спортивная цель это действительно высокая сложно достижимая с одной стороны цель но которую при определенных умениях при определенных стечениях обстоятельств действительно можно достичь ну и второй вариант это профессии как источник дохода давайте как раз озвучу озвучу все эти цели которые ставят перед собой трейдеры вот спортивная цель или цель профессиональная я их разделил на несколько под целей под цели а потом дам каждой характеристику и так цель условно ноль вот цель бессмысленная пришел в трейдинг человек с целью игры то есть многие кто-то не многие а какая-то группа приходит и говорит знаешь я хочу научиться играть на рынке я говорю ну а дальше а сколько тебе на денег надо а сколько ты согласен внести денег на торговый счет чтобы получать те результаты на которые ты рассчитываешь а сколько ты готов учиться сколько ты готов заплатить за свое обучение рынку ну и тут вообще тут у таких людей нет никаких целей они не знают они говорят мне я хочу сколько тебе денег нужно чем больше тем лучше ну вот с такими трейдерами я сразу ставлю а у него цель ноль значит он по большому счету ему деньги не нужны он просто хочет действительно поиграть не с целью получения результата грабин андрей я не понимаю что вы здесь написали пока ваш комментарий но сейчас разберемся может быть в другой чат пишите другая цель цель номер один цель первая да ноль следующее кто-то для себя ставит цель удвоить капитал между прочим это не настолько сложная цель ее достаточно легко достичь особенно начинающему трейдер у вас есть 100 долларов рискнули удвоили капитал вот у вас было 100 долларов стало 200 доступно доступно могу сказать что из 100 долларов можно сделать и 200 долларов и 300 и 500 и даже тысячу но делать это на протяжении долгого отрезка времени это уже скорее всего из ряда фантастики редкие трейдеры скорее всего случайно добиваются каких-то вот серьезных результатов вот такой целью где они максимизируют свой результат постоянно цель номер два вот цель 2 это вот та цель которую озвучиваю я там типа миллион хочу зарабатывать миллион не важно за сколько мне нужен миллион и третья цель хочу зарабатывать извлекать из рынка какие-то деньги тысячу долларов в месяц или там 30-40 процентов годовых обращу ваше внимание вот я разделил эти две цели цель ноль и цель номер один они все-таки выглядят как развлечение и это и это может быть развлечением но для другой группы трейдеров для тех кто ставит перед собой цель как спорт удвоить капитал или заработать миллион это тоже вполне достижимая цель но нужно понять что здесь существует очень серьезный риск что в этой цели просто не достигнете ну к примеру шел к титулу чемпиона мира или олимпийских игр тренировался тренировался пять лет прошел все круги ада но потом тебя поймали на допинге и вот кончилась вся эта эпопея на пути к миллиону то есть может такое произойти может произойти всякое там начиная там не в нужный момент сломал ногу заболел и вот не достиг этой цели поэтому нужно понимать что эту цель вы должны поставить ну очень много ну и третья цель в общем-то профессия миллион или зарабатывать конечно же тоже вполне достижимо но вот это такая тоже третья группа целей которая в общем-то объединяет себе и цели миллион и зарабатывать и поэтому между этими вот всеми целями есть обязательно некое перекрытие и нужно для себя четко определиться вот что вы хотите получить в итоге потому что когда будете в дальнейшем практиковаться вам нужно определиться а вот где вы хотите оказаться вот какая ваша реальная цель потому что один скажет я хочу зарабатывать ну а потом начнет говорить о том что я хочу удвоить капитал за неделю и вот эти две цели удвоить капитал и зарабатывать они никак не рифмуются они никак не совпадают вот этот момент я бы хотел отметить первой части нашего семинара поэтому трейдинг как система где у нас много элементов которые находятся между собой взаимосвязи нужно обязательно принять то есть здесь без отдельных элементов успеха мы никогда не добьемся ну и самое главное нужно определиться что есть цель как результат на достижение которого направлено усилия вот сейчас данный момент я уж не буду детализировать у меня просто не хватает сил времени сделать это все сразу но каждый трейдер на должен поставить перед собой цель где мы должны оказаться через некоторое время чем время тоже важный фактор насколько вы далеки от этой цели то есть где вы находитесь сейчас и что вам нужно какие преобразования вот этот план преобразования нужно сделать и вот как раз на это за это на эту часть вот отвечает наш семинар который называется секреты тренировки трейдера ну реально конечно-то особых-то секретов нет то есть упорный труд и анализ своих неверных действий исправление ошибок вот есть путь к успеху вот такая вот у нас получилась водная часть если у вас какие то есть вопросы пишите в чат и давайте перейдем вот к той основной части нашего семинара которую наверное будет посмотреть интересно первое на что я хотел бы сказать вот то упражнение которое я рекомендую делать начинающим трейдерам которые боятся вот примеру всего боятся потерять деньги не знают как стабильности нет сегодня заработал завтра потерял вот самый интересный момент это нужно взять и сделать вот это базовое упражнение оно очень простое но не требует никаких вложений кроме личного вашего времени итак исходящие условия для выполнения данного упражнения первое обязательно то есть никакого реального счета откройте демо счет первое на этом демо счете установите капитал не 200 долларов не 300 долларов вот полторы тысячи долларов ровно далее установите лот 1 сотая 1 сотая лота и никогда вот в процессе это упражнение до достижения результата не изменяйте этот объем самая грубая ошибка вот здесь присутствует ряд трейдеров исаев джейхун в чате кстати вы можете ему задавать вопросы по ходу семинара то есть по поводу его счета вот то что мы сейчас будем рассматривать то есть он выполнил первую часть этого задания но я вам уверяю что за предыдущие занятия он уже два счета вот с базовым упражнением он просто проворонил ну не проворонила безжалостно испортил потому что он неправильно устанавливал лот лотность то есть наша задача наша задача этого упражнения добиться от трейдера стабильных стандартных понятных вот лично мне любому наблюдающему за его торговлей результата чтобы мы могли ответить на вопрос случайно ли результаты вот то что мы получили или нет если эти результаты не случайны то можно переходить к следующему упражнению так вот это важная составляющая не усреднять открытую торговую позицию не добавлять к уже открытой торговой позиции то есть есть желание когда сделка открыта возможно неверно трейдер считает что нужно добавить еще одну сотую лота и в этом случае результат будет лучше давайте вот совет мой простой усреднение особенно для новичков это очень серьезный медвежья услуга 10 раз повезет не повезет 11 раз 12 там какой-то раз и этот раз будет последний все мировые серьезные банкротства серьезные банкротства это банкротства крупных компаний такие случаются сплошь не то что сплошь и рядом раз два три года происходит какой-нибудь скандал на любом финансовом рынке когда мы узнаем что тот или но мой опытный трейдер профессионал со стажем потерял все деньги там или деньги какой-нибудь компании в очень огромных размерах там миллиардные убытки не миллионные не стамиллионные а миллиардные убытки были только вот причина усреднение открытых торговых позиций то есть забудьте про это как про страшный сон могу сказать что есть отдельные подходы торговли с усреднением но это пока не для вас это примеру все равно что у кого у вас из вас есть дети вы понимаете наверно что с детьми надо разговаривать на их детском языке нет смысла им рассказывать взрослые вещи и тем более смотреть фильмы фильмы для взрослых пример вот это я бы сказал табу для новичка не открывать позиции одномоментно на разных инструментах вот некоторые думают что я сейчас на евро доллар откроюсь а вторую торговую позицию открою примеру фунт на фунте вот этого делать тоже не надо то есть нет в этом никакого смысла больше будете нервничать больше будете обманывать меня себя то есть это к пользу к на пользу делу не пойдет не переносить убыточную позицию на следующую неделю с пятницы на понедельник вот тоже очень простой совет закрывайте торговую позицию с убытком когда хотите то есть можете в течение недели хоть целую неделю держать эту открытую убыточную торговую позицию но будьте добры если позиция убыточна немного небольшой убыток большой убыток все закрываем в пятницу и сидим спокойно понедельник начинаем работать посмотрите запомнили следующее профит и стоп приказа задают вопрос также как а как ставить прибыль сколько пунктов брать вот 20 пунктов а вот 300 пунктов будет нормально отвечаю на этот вопрос я не знаю ставьте как вот вам кажется правильно потому что я вас научить не могу что у вас голове я вот совершенно не знаю пока мы не посмотрим на ваши результаты сделать какие-то выводы невозможно поэтому профитные стоп приказы по вашему желанию по усмотрению когда задается вопрос а можно вообще стоп лосса ставить не буду я говорю можно никаких проблем то есть фиксация вашего результата с прибылью субыка по вашему желанию то есть пока мы не знаем как вы торгуете поэтому ваше личное желание время упражнения то есть обычно вот когда идет курс я даю один месяц то есть за месяц нужно показать себя потом я мою точнее говоря за неделю же можно дать какой-то совет месяц трейдер торгует дальше я ему просто даю совет до трейдинг возможно это ваше либо нет трейдингом вам бы лучше не заниматься хотите дальше заниматься занимайтесь не буду возражать но вот мое личное мнение что будет вам сложновато есть конечно такие моменты когда и спортсменов великих спортсменов забараковывали тренера но они в итоге становились многократными олимпийскими чемпионами игорь в данном случае вот вы видите я даю сейчас не то что там как правильно и никак неправильно я говорю про это конкретное базовые упражнения то есть не с целью не с целью вас там чему-то научить я просто хочу показать что вот это упражнение она учебно-тренировочная она на реальную торговлю не похоже абсолютно конечно вот вы должны понимать что тренировка эта тренировка это не торговля я вас не собираюсь учить торговать никого Второе, время упражнений для самого себя Пока вы выполняете это упражнение По большому счету время может быть неограничено Это для личного вашего использования У меня просто время не резиновое Я могу сказать за неделю посмотреть результат Поправить основные какие-то моменты ошибки А дальше можете торговать, работать на этом счете неограниченно До результата, до результата личное ваше дело Ну и следующий момент Вот если ваш дродаун составил 500 долларов То есть от ваших полутора тысяч осталось тысяча Счет закрываете, забываете про него Открываете новый Обычно 500 долларов теряют из-за того, что ошибаются лотом Открылся, зарабатывал, зарабатывал трейдер В итоге раз, все в один день потерял Почему? Потом жалуются Ну вы знаете, я перепутал лот Могу сказать, с такой ситуацией Любой профессиональный трейдер иногда сталкивается Также теряют деньги Глупость, случайность Поэтому дисциплина, требования к дисциплине Здесь очень велики Поэтому время упражнения Либо месяц, либо неограниченно лично для вас Пока все выполняется Дродаун 30% Можете закрывать ваш счет Открывать новый Пробовать заново, заново, заново Ну и задание Ваше задание, первое задание Он крайне простой Некоторые товарищи не могут выполнить за три месяца Будем их сейчас разбирать А некоторые товарищи выполняют его за неделю Я в этом, конечно, тоже сильно удивляюсь Получается так у некоторых ребят действительно неплохо И дальше давайте посмотрим То есть задача Вот первое задание по этому базовому упражнению Заработайте суммарно всего лишь 100 пунктов прибыли Либо 1000 Как мне сделать так? Или суммарно заработать 10 долларов Роман, давайте Я сейчас сначала, знаете, сделаю следующее Я вижу ваш вопрос Сначала разберемся с тем, что у нас здесь есть Смотрите, вот вы можете делать то же самое Делайте параллельно Итак, это базовое упражнение Начинаем делать Сейчас давайте посмотрим сначала упражнение Потом осмотрим ошибки Или даже лучше про ошибки пробежимся сначала Итак Открываем Терминал Метатрейдер Находим 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 Вводите в меню файл Подключиться к торговому счету Вам нужно ввести следующие параметры Логин Это для тех, у кого этого счета нет 61 Так Сейчас делаем Чтобы уж точно быть Ой 73 02 761 И пароль На этот счет Очень простой Кверти 11234 Сервер демо Демо Вот тех, у кого Кому хочется Можете подключиться к этому торговому счету Пароль очень простой Элементарный Видно на экране его Так Сейчас я сделаю Чтобы нам было удобно Все Переведу Подключаетесь к этому торговому счету Пароль очень простой Так 7302761 Сейчас покажу Как Какие основные подходы К анализу Тех или иных Тех или иных Действий трейдера Давайте пробежимся по ходу Посмотрим Так Что у нас здесь А мы не подключились же к счету Этот счет был создан 6 декабря Пароль Кверти Кверти 11234 Евгений Ой, не видно вам Сейчас Дай уж переключусь сюда Вот этот пароль Вводите Сервер Демо То есть все вы подключаетесь Ничего вмешаться в процесс торговли Вы не сможете Это пароль инвестора Видите Кнопка здесь Новый ордер Не работает И нам нужно Подключиться Подключиться К этому торговому счету Заходим в раздел История счета Здесь большое количество сделок Желающего Кому хочется Паранализировать Данный счет Мы делаем Можете смотреть Все сделки Но я рекомендую То есть мы смотрим Одну неделю Только Выбираем 14 число Это субботу Ставим И подключаемся Мы видим Вот за эту неделю У трейдера Три сделки Все они Отрицательные Трейдер написал Письмо о том Что у него Почему у него не получилось Сейчас мы эти сделки Проанализируем Как анализировать сделки То есть всего три сделки И нам нужно сделать следующее Посмотреть Во-первых Видим что все три сделки в минусе Теперь наша задача выяснить А вообще можно было бы Эти три сделки Вывести хоть какой-нибудь Но хотя бы нейтральный результат Показываю как это я делаю По-быстрому По-быстрому это делается Следующим образом Так Опять же переключусь На камеру Я беру лист бумаги Вот такой вот Обычный И расчерчу его Вот таким образом То есть на одной стороне Будут лосс На другой стороне Должны быть профиты Вот здесь мы видим что Три сделки у нас В убытке Прибыльных сделок Ноль Такая вот картина получается Дальше Начинаем анализировать сделки То есть эти сделки То есть естественно У нас сейчас других трейдеров Тоже так же посмотрим Мы видим какие сделки Были совершены На каких валютных парах Так Скрываем все Символы Оставляем только нужные нам Дальше мы здесь Набираем Ауди И переносим Строим график Этой валютной пары Убираем эти объекты Что-то тут начерчено График можно сделать Пятиминутный И наша задача Сюда сейчас наложить Индикатор Индикатор находится В папке Библиотека В разделе Индикаторы Вот здесь можете найти Называется он Orders on chart Это я его сюда поместил 3 февраля 2015 года Можете посмотреть Что из себя представляет Данный индикатор И можете его установить Посмотреть Но он цветом отображает Сделки Которые были совершены Трейдер То есть это сделано Для того чтобы Упростить лично мне работу По анализу Сделок Трейдер Поэтому этот индикатор Находится Находится в отдельной папке Папки Индикаторы Ой Папки индикаторы Папки индикаторы И я его перенес 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 В корневой каталог Вот сейчас я его наложу Сюда на график И мы увидим Те самые три сделки Которые трейдер совершил На этом торговом счете Австралийский доллар Отматываем И смотрим Какие сделки Когда были совершены Ну вот Две сделки Две сделки И самое интересное Что фактически Фактически Вот эти сделки Были безнадежные Как вы видите Так Как анализировать сделки Давайте посмотрим Тоже Про базовые упражнения Я покажу Как установить данный индикатор Как скачать Метатрейдер Терминал В раздел библиотека Заходите Индикатор И находите Индикатор Ордер Сумчат Правой клавишей Загрузить Подключаете Он у вас окажется Метатрейдер Навигатор Индикаторы Downloads Ордер Сумчат И нажимаете Присоединить Графику Суть этого индикатора Он показывает Визуализирует А фактический результат По сделке трейдера Розовый сектор Это фактический убыток Зеленый сектор Это фактическая прибыль Которая была заработана Купил здесь Продал тут Желтый Или золотой сектор Это та прибыль Которая была Но трейдер Ею не воспользовался То есть мог закрыть сделку Но почему-то жадничал И в итоге Закрыл сделку с убытком Коричневый сектор Это сделка Закрыта Закрыта с убытком Это просадка По этой сделке В общем-то вот прибыльная сделка с зеленым сектором, коричневый сектор это просадка, это убыточная сделка. Сделки я подразделяю на несколько видов. Вот первая такая сделка, видите, розовый сектор, где не было никаких шансов для того, чтобы трейдер вышел, вывел эту сделку в плюс. Бывает такая проблема, что трейдер принял решение, но вот получил убыток. Здесь никакого варианта не было, это была, к примеру, Игорь, обращаю ваше внимание, вот здесь купил трейдер и никакого варианта перевести сделку в безубыток не было. Но там примеры тоже, да, 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 да. Ну как раз, так, если вы про этот, про этот вариант, про этот вариант, да, но это просто как скачать терминал, поэтому не суть. Вот признаки безнадежной сделки. Трейдер принял какое-то решение, купить, попал на стоп, шансов у него закрытую сделку вообще не было, ноль, ноль шансов. Вот эта сделка тоже часто бывает на пиках, на дне, либо на максимуме, вот подобного рода торговая операция. То есть это яркая характеристика принятия торговых решений трейдерам. От безнадежной сделки, ну вот шансов никаких, вы получаете убыток и все. Не безнадежная сделка. Сделка, когда торговая позиция выходила в плюс, доходилось в этой плюсовой зоне достаточное количество времени, то есть не случайно котировка вышла в положительную зону, но трейдер, вот как Игорь правильно пишет, не работал со стоп-лоссом, мог бы закрыть сделку в ноль, с минимальной прибылью, с какой-то прибылью, но вот он не воспользовался, получил стоп-лосс. Вот такая сделка, которую можно перевести в плюс или в ноль, такая сделка не безнадежна. Ну или вот эта ситуация, опять же, вошел в сделку, рынок дал ему деньги, трейдеру, какие-то деньги, но вот он получил в итоге убыток. То есть трейдер не работает со стоп-лоссами, просто закрывается там по каким-то проблемам, по каким-то своим законам. сделка с просадкой. Вот когда есть большой такой коричневый сектор, это просадка в сделке, желтый сектор, это сделка закрыта, это максимальная прибыль, которую можно было получить, ну а трейдер закрыл сделку вот в этот конкретный момент. Сделка в принципе нормальная, нужно понимать, что у сделки может быть просадка, никуда от этого не деться. Или вот такая вот, такого рода сделка. Это, кстати, сделка одного из первых счетов Исаева Джейхуна. То есть здесь просадка 60 пунктов, финальная прибыль плюс 25. Пункта 2,5 доллара было заработано. Но, тем не менее, мы видим, вот такие ситуации могут быть. Никуда от этого не деться. Нужно понять, как вы будете работать с этой просадкой. От этих просадок зависят в будущем очень-очень многое. Даже не стоп-лоссы, а вот просадки как раз определяют возможности трейдера, долгосрочные возможности трейдера на рынке. Ну и понятно, что хорошая сделка. Вошел в сделку, прибыль была, зафиксировал перед публикацией новостей и взял деньги вместо того, чтобы действительно получить убыток. То есть это вот основные сделки, которым я дал какие-то характеристики. И давайте пойдем вот сейчас по факту. Это свежие, как говорится, сделки. Можно посмотреть это на большего таймфрейма графиков, либо на маленьких. Вот теперь мы видим конкретно две сделки с убытком. У трейдера были какие-то идеи продавать, но не получилось. Вот здесь это сделки безнадежные. Таких сделок у каждого из вас будет огромное количество. Можно было как-нибудь ситуацию исправить, но фактически нет. Убыток не очень большой, в пределах полтора доллара. Третья сделка, две сделки. Третья сделка евро-бакс. Третья сделка евро-бакс. Не сразу, как говорится, пришло мастерство к молодому саперу. Вот эта сделка. Опять же получен минус. Сколько трейдер находился в торговой позиции, мы сейчас посчитаем по времени. 15 на 5. Целый час торговая позиция находилась в прибыли. Но фактически прибыль была мизерной. Вот для той ситуации, с которой сталкивается трейдер постоянно, я бы сказал, что выгоднее было закрыть сделку в ноль. То есть ничего не заработать, но и ничего не потерять. Опять же, ну три сделки, видим, принесли суммарный убыток 5 долларов 30 центов. Поэтому теоретически можно, конечно же, вот эти результаты переписать следующим образом. То есть могло быть, одна сделка быть около нуля, то есть без убытка, исключительно теоретической стороны, плюс ноль, плюс один. Соответственно, убыточных сделок могло быть реально две. Но фактически Константин мне просто написал письмо, сказал, что болею, ничего не получается, голова не варит. Вот первый совет, который можно дать любому трейдеру, который практикуется, быть всегда в адекватном, хорошем, нормальном состоянии. Больная голова, она вот всегда приводит вот примерно таким неположительным результатом. Получил убыток, три убытка, три убыточные сделки вподряд, ну все, сидя, отдыхая, пока не получается. Все, тут больше анализировать нечего. Теоретический расклад мог бы быть вот такой, две сделки в плюс, в минус, одна сделка должна быть около нуля, либо в плюс. Но здесь прибыль, мизерная шансов развития ситуации вообще никакого. То есть смотрите дальше, не дальше. Вот перспективы этой сделки были крайне туманны. Комментировать больше тут, как говорится, нечего. Зачем открыл? На какой основе? Какая идея была? Не знаю. Ну хорошо, закрыл вовремя, минимизировал убыток, мог бы попасть в огромнейший, в огромнейший максимально убивающий депозит лось. Давайте посчитаем, если бы не было стопа, куда бы его максимально унесло бы. Страшная, страшная, страшная величина убытка. Поэтому закрылся, молодец. То есть есть возможность чем-то работать, исправлять свои ошибки. Следующего трейдера давайте посмотрим. Здесь у нас будет уже трейдер. Так, кто у нас? Так, так, так. Исаев Джейхун. Давайте сделаем для этого торгового счета, я вам сейчас скажу, логин и пароль. Здесь немножечко другие параметры. Так, 74, 31, 5, 5, 0. И пароль не QWERTY 11234, а просто 1234. Вот. Единичку уберите. И вот этому трейдеру как раз и было дано задание номер два. Про это задание мы поговорим отдельно. Давайте попробуем подключиться к этому торговому счету и посмотрим, что у нас здесь наворочено. Выбрать период. Ставим тот же самый период, 14 число. Так, и вот хорошо, хороший у нас результат. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получил. Это задание, которое было дано. Ой. Давайте сюда переключим. Что здесь особенно у этого трейдера? У него было дано, так как он выполнил основное задание, ему было дано задание номер два. То есть упражнение штопор. Оно очень сложное. Я сразу скажу, что очень хорошо отрезляет тех трейдеров, которые думают, что они могут потрогать бога за бороду, что торговать очень легко и очень просто. Реально, то есть правильно выполняя это упражнение, любой трейдер обязательно попадет в очень серьезную просадку. Здесь вообще само условие этого упражнения подразумевает, что здесь гарантированно трейдер попадет в просадку. Начнем работать с этим счетом в следующем образом. Смотрим сначала, поставим по времени. 16, 18, 19, 19 были заключены сделки. И задание этому трейдеру было следующее. То есть оно не для новичков. Вот для себя отмечаете, что это задание не для новичков. Трейдер торгует. Давайте уж вернемся к этому заданию. Чтобы вам было понятно. Это задание немножко отличается от базового. То есть оно, я бы сказал, очень сложное. Оно даже упражнение не номер два. Это только в рамках нашего семинара я его пообещал показать. Реально оно идет где-то четвертым или пятым упражнением. Но раз уж мы решили поспешить, потому что давно просят, 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 решил уже это сделать. Итак, счет также демокапитал те же самые полторы тысячи долларов. Стартовый лот трейдер одна сотая. Опять же те же самые правила. Не усреднять открытую позицию, не добавляться, не открывать позиции одномомента в разных инструментах, не переносить убыточную сделку на следующую неделю. Стоп и профит и стоп приказы по желанию, вот как говорится, по вашему личному предпочтению. Потому что многие трейдеры пересиживают убытки и гордятся тем, что вроде как я все 100% сделаю, закрыл в плюс. Фиксация результата по желанию. Время упражнения один месяц неограничено или до просадки максимальный 30%. Условия выполнения. А вот условие выполнения заключается в следующем. После каждой успешной сделки увеличиваем размер лота в два раза. К примеру, 1 сотый заработали, в следующую сделку входите 2 сотых. Заработали, увеличиваете объем следующего лота 4 сотых. Потом 8 сотых и так далее. То есть это заставит любого трейдера не только зарабатывать, но и получать просадку. И вот здесь вылезут как раз все проблемы трейдеров. Остановить торговлю при достижении убытка от максимального баланса счета. Вот здесь величину можно поставить любую, там 10%. Вот для начинающих я специально уменьшил эту величину 5%. Теперь задача восстановить счет от просадки. Сразу же начинаете упражнение номер один. То есть 1 сотый, 1 сотый, 1 сотый, 1 сотый восстанавливаете вот эту просадку. Хочу показать этим упражнением, что в просадку человек попадает быстро, а вот выйти из просадки это уже очень серьезная работа. По большому счету большинство трейдеров опытных просто не умеют выходить из просадки. Ну, точнее говоря, умеют, но не хотят, не желают. Гордость уже обуила там или куча всяких-всяких условностей, которые не сами себе, те медали, которые они сами себе прикрепили на грудь. В конце концов, вот нужно обязательно, моя задача, научить вас, что да, попал в просадку, есть долгий, нудный, тяжелый путь, но он реальный по восстановлению. И когда трейдер 2-3 раза попадает вот в эту ситуацию, видит, что это да, действительно очень дорого попадать в просадку, естественно, начинает думать о том, что каким же лотом мне торговать, чтобы вот сюда не попасть. То есть нужно загнать человека в такие проблемы, чтобы он серьезно задумался. Не задумается, то в данном случае трейдера можно ставить на спортивное направление, заработает, будет молодец, не заработает, потеряет деньги. Давайте перейдем сейчас вот к этому счету. Это Исаев Джейхун, он сейчас в чате, можете ему задавать вопросы. Многие задают, спрашивают, типа, по какому принципу была заключена та или иная сделка. Давайте сначала посмотрим. Итак, раз первая сделка прибыльная, вторая сделка, вот сейчас я вижу, что да, действительно, лот удвоен. Хорошо. В этой сделке была потеря, трейдер зашел в сделку опять 2 сотами лота, заработал, после заработанной вошел 4 сотами и опять убыток. Как видите, убыток у нас потихонечку-потихонечку начинает нарастать. Теперь давайте посмотрим, каков был максимальный баланс счета. Я только для того, чтобы выбрать период, сделаю, покажу, как это все делается. Вся история. Окей. Дальше. Сохранить как детализированный отчет. Делаем стейтмент самостоятельно. Вот все сделки, которые были совершены трейдером на этом торговом счете. Кривая результата. Вот она. Баланс максимальный. Одна тысяча пятьсот сорок два доллара. Теперь возьмем-ка мы. Как вы понимаете, это задание нужно выполнять, буквально понимая все правила. Все правила. То есть здесь недопустимы какие-то ошибки. То есть с реальными деньгами эти ошибки будут вам чреваты очень серьезными потерями. Итак, тысяча пятьсот сорок два доллара – это максимальный баланс. Убыток пять процентов от максимального баланса, посчитаю, тысяча пятьсот сорок два – это будет семьдесят семь долларов десять центов. Минус тысяча пятьсот сорок два. Значит, при балансе счета одна тысяча четыреста шестьдесят четыре доллара мы должны будем остановить всю торговлю на этом счете. Джейхун. Тысяча пятьсот сорок два. Вот я вижу, да? Минус пять процентов. 75 долларов, да? Отлично. Все. Давайте пойдем сейчас от этой величины. Смотрим. Опять же делаем нашу неделю, выбрать период. Нам не нужна вся история. И с субботы. Вот здесь баланс нашего счета пока еще в позитиве, то есть в плюсе. Джейхун, продолжайте торговать в том же самом ключе. Как говорится, используйте объемы. Думайте, как вам эту ситуацию не доводить до вот этого состояния. Тысяча четыреста шестьдесят семь долларов. Теперь начинаю смотреть ваши сделки. Где вот вылезли проблемы? Итак, дальше. В истории счета мы оцениваем. Вот давайте сейчас здесь оценим этот результат. также расчертим табличку. Также расчертим табличку и видим две сделки в плюс, две сделки в минус. Итак, плюс две, минус две. Теперь посмотрим. Понятно, что здесь у нас большие убытки по отношению к нашим прибылям. И причина тому это те небольшие лоты на старте. Как говорится, маленькими деньгами торговать легко, а вот более крупными объемами это уже проблема. В этом ли кроется вся наша проблема? Закроем и переходим сейчас на наши сделки. Так, евро, бакс, фунт и золото. Так, первое у нас евро, доллар. Евро, доллар. Начинаем анализировать. Так, в этой сделке у нас, Джейхон, я так понимаю, у вас понесло торговать во время публикации новостей. Это я вот эту сделочку вижу двумя сотами лоты и как раз получили убыток. Какой вывод сделан у лично вами? Есть ли у вас какой-нибудь вывод из этой ситуации? Вот торговля с момента публикации, я еще так уж обозначу, торговля с момента публикации до протоколов, вот все, что происходило, это крайне рисковое время. То есть, с одной стороны, можно много заработать, но с другой стороны, часто, может быть, даже просто случайно вас может выкинуть на стоп-лост. Как вы считаете, дешево делались или как? Джейхон, слышно ли меня? Вот эта сделка, представьте себе, слава богу, закрылись. Нет, сделка была открыта заранее. Хорошо, ладно, я даже не спорю. Вообще, вот вы понимаете, чем фактически вы рисковали? То есть, здесь, слава богу, вот повезло, бог миловал, да, получен убыток, причем очень серьезнейший, максимальный убыток вообще огромный. Многие трейдеры говорят, ну жалко, не могу фиксировать прибыль. А вот здесь, фактически, при большем объеме лота вы получили бы обычный стоп-аут и все деньги ваши инвесторов потеряли. Хочу отметить, что торговля в период публикации новостей, она крайне рисковая, поэтому фиксировать результаты нужно крайне жестко и шансов иногда практически нет. То есть, ситуация фактически сродни вот этой ситуации, то, что случилось, сродни ситуации на швейцарском франке. Наверняка вы все смотрели новости, тут размышляли, думали, ну шансов в этой сделке практически не было. Как раз и хочу сказать, что на рынке может произойти и все. Еще один важный момент, который касается анализа, анализа, анализа. Сделайте для себя, то есть, вот мой совет, всегда делайте после всех сделок постанализ, а что, вот вы зафиксировали результат, а вот потом, как ситуация развивалась, вы правы были или вот то, что вы получили убыток, этому можно обрадоваться. То есть, вот что происходило после этой ситуации. Получил убыток, да, кажется неприятный, большой, но вот по сравнению с тем, что, к чему привели бы ваши безрассудные действия, вы скажете, да слава богу, как из убытка получить удовлетворение. Вот только таким образом. Анализируйте дальнейшие результаты и сколько бы вы потеряли в худшем, самом пиковом случае. Можно сказать, что в большинстве случаев трейдеры как раз и здесь, вот в этих ситуациях и теряют деньги. Причина глобальных убытков именно эта. Ладно, первая сделка. Большой убыток, слава богу, принято. Двумя сотами лоты, как вы понимаете, перекрыты результаты многих дней работы всего лишь, ну вот фактически одной сделкой. Смотрим следующую сделку продажа. Продажа. Опять оцениваем просадки. Просадка, конечно, в этот момент тоже была большая, большая. В итоге закрыта сделка с плюсом. Но про эти проблемы, про просадки данного конкретного трейдера я могу вам сказать. Джейхот, самый главный момент, вот с чем вы столкнетесь, с тем, что вам нужно будет увеличивать капитал на вашем счете, но при этом вы должны будете держать всегда очень консервативное кредитное плечо. Я думаю, в перспективе, конечно, нужно посмотреть ваши стандартные просадки, то есть, где вы будете попадать. И в этом случае могу сказать только одно. Вам, наверное, никак категорически нельзя торговать с плечами больше пятнадцатого. Вот из того, что я сейчас, по крайней мере, вижу. Об этом мы будем говорить в будущем. То есть, нужно для себя отмечайте просадки по вашим торговым счетам. Я знаю, ведете дневник, вот каждую закрытую сделку с прибылью, с убытков, считайте, сколько пунктов вы просели. Потому как вот эти везения всего лишь один раз вас приведут вот в такую ситуацию. Здесь закрылись, а вот здесь пересидели. А вот тут можно было оказаться полно в стопроцентном банкроте. Две сделки. Это с плюсом. Причем двумя практически отбили ваш убыток. Фунт. Гореть бритиш паунд. Та же самая ситуация. Стабильная у вас просадки. Как говорится, плечи вам придется обязательно очень серьезно контролировать. Обратите внимание, у вас, ну сколько я вот не смотрю, у вас где-то 60, 70, 50 пунктов просадка. Это для вас обычное дело. Вот будем смотреть, как будете вести себя, когда просадка будет большего объема. Дальше, как вы понимаете, прибыль в итоге неплоха, неплоха прибыль, нормально. Потенциально, я думаю, вы бы закрылись и здесь. Кстати, интересная ситуация. Такая вот разворотная фигурка, голова и плечи вроде бы как сформировалась. Короткосрочно и рынок пошел вверх. Закрылись, я так понимаю, перед публикацией новостей. Ну, молодец, могу поздравить. Единственное, скажу, что это вот ваша ситуация всегда. Красивый триколор. Ну, главное, чтобы вот эти просадки были понятны и подконтрольны. Потому что вот это будет большими проблемами в будущем, если мы это не будем учитывать. Джей Куд, записывайте ваши просадки в каждой сделке. И посмотрим теперь, надеюсь, ту самую сделку, которая привела трейдера все-таки к финалу сегодняшнего шоу с убытком. А вот здесь, наверное, все-таки 0,04 лота и золото. Ну, фактически шансов почти не было. Сделка почти безнадежна. Хотя нет, 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 нет. Джихун, я бы сказал так, что шанс вам закрыться в ноль был предоставлен. Конечно, в бизнесе. Но здесь такой особый бизнес, Джихун. Это бизнес, сопряженный иногда с глобальными потерями. Да, ну, давайте скажу факт. Факт. Вот эту сделку можно было бы закрыть в ноль. В ноль вот без каких-либо там сложностей. Понятно, что ожидаете движения. Смотрите, вот здесь вот эта ситуация, конкретная ситуация. Здесь понятно, что сделка была бы безнадежной, если бы сразу вы закрыли в убыток. Дальше вас пилило в убыточной зоне. Вот пилило, пилило, пилило. То есть была такая просадка, которая для вас, ну, как вам кажется, стандартная. Вы к ней так или иначе привыкаете. Вот в этот момент можно было закрыть позицию около нуля, минимизировать свои потери, не иметь вот этого розового сектора. Так что эту сделку можно было бы вообще обнулить. Итоговый ваш результат был бы, давайте по сделкам даже посчитаем. Три сделки в плюс или в ноль, да, соответственно. Итоговый результат по сделкам было бы, три сделки в положительной зоне, минус одна сделка в отрицательной зоне. Вот такой бы результат по сделкам был бы. То есть это факт. Сделку закрыть можно было, вам рынок говорил неоднократно, закрывайся, закрывайся, закрывайся. Бери хотя бы ноль, бери хотя бы ноль. То, что вы там принимаете, там невероятно, невероятно, я не делаю факт, не делаю никаких выводов. Возможно, сейчас, через час развернёт и всё пойдёт в нужную для нас сторону. Всё. Шанс был, вы им просто не воспользовались. Причём, паспилило. Теперь давайте прикинем, если у нас здесь ноль, в итоге что у нас могло бы быть? Плюс 16 против минус 12 того убытка, который никак бы мы не исправили. Поэтому фактически результат мог бы быть плюсовым, но у нас здесь минус. Ждём, продолжайте двигать, то есть продолжать торговать. Можете объёмом 4 сотых лота торговать, точнее говоря, даже нужно торговать 4 сотыми. Думайте, как исправлять ситуацию. Ну, уже объёмом 4 сотых лота. Вот вам задание. Дальше, как только ваш убыток станет, как вы понимаете, 75 долларов, сделки все закрываете. Можете мне написать письмо, что я добился то, чего от меня просили. Лучше бы, конечно, чтобы этого не доходило. И всё. Дальше начинаете упражнение, опять же, одной сотой. И вот мы начинаем просто измерять время, сколько времени вам потребовалось для того, чтобы попасть в просадку, и сколько времени вам придётся восстанавливаться. Я вам могу уверить, что соотношение между вот временем попадания в просадку и восстановлением разница примерно где-то 8-10 раз. Джихон, я только рад, если вы скажете, не дождётесь. Это хорошая спортивная злость. Как говорится, вот вам рынок, показывайте. Я же не против вас. Я фактически за вас. Моя задача показать вот только одно, что почему трейдеры, попав в просадку, начинают делать какие-то глупости. Они вынуждены это делать, потому что денег нет, никто не платит, вознаграждения нет, клиенты уходят, и нужен подвиг. И вот тут уже ставится, я рискну всем, лишь бы быстро восстановиться. Поэтому не дождётесь, я, как говорится, принимаю. Я сразу скажу, не враг я вам, а наоборот, я бы сказал даже друг. Следующего, следующий сказал заведующий. Следующий, итак, потенциально, потенциально этот результат был бы наш суммарный где-то плюс 4 доллара могло бы быть на этом счёте. То есть положительный финансовый результат. Мог бы быть, поэтому нужно об этом думать. Вот где выходить, где можно было бы закрыть сделку. Был ли у вас здесь шанс? Был. Думали вы об этом месте, как о шансе? Думаю, что нет. Поэтому делайте, работайте, дерзайте. Следующий трейдер. Так, заходим опять. Так, следующий трейдер, номер счёта. Как видите, все ситуации, с которыми сталкивается трейдер, и вы даже сами у себя увидите, они примерно стандартны. Основные ошибки, их там всего где-то 5, 7, 82, 747, 7, 82, 63. И здесь пароль тот же самый, но только 11, 234. Так, можете подключиться к этому торговому счёту. 7478, 263. Пароль QWERTY 11, 234. Демо счёт. И давайте мы к этому счёту сейчас подключим. Яков, да, Яков, это ваш счёт. Давайте посмотрим. Так, у вас на прошлой неделе, я помню, был результат. Так, 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 сейчас мы опять выберем. Посмотрим общий результат. 14 долларов 68 центов. Так, дальше выбираем период. Ставим 14 число, суббота. И рассмотрим ваши результаты. Бывает так, что много сделок, ничего, отложенные, снятые ордера видим, ничего страшного, это всё нормально. Так, как мы будем эту неделю анализировать? Итак, результат 3 доллара 81 цент, нормальный результат. Посмотрим сильные и слабые стороны. Первое, что опять же делаем, разделяем наш лист бумаги на 2 части и считаем, суммируем положительные сделки и убыточные сделки. У Якова интересное состояние сейчас. Сделок примерно пополам. Здесь в данном случае я 7 сделок всего вижу. 7 же сделок, да? 7 сделок, да, не делится пополам. 5 золотых пополам не делится, не делится. Поэтому отрицательных 3, положительных плюс 4. Это уже хороший знак. Так, дальше давайте пойдём, посмотрим на стиль торговли данного трейдера. Дальше мы по символу это всё фильтруем. И давайте пробежимся по этим всем 7 сделкам. Я, по крайней мере, вижу, что кросс-курсы нравятся данному трейдеру. И поехали, посмотрим, пробежимся по всем этим кросс-курсам. Самое интересное, что кросс-курсы, они как-то вот лично у меня не пошли. У вас видно получается. У каждого трейдера свои мысли, свои подходы. Так, сделаем интересные сделки. Хорошая сделка по тренду, относительно небольшая просадка. Хорошая, замечательная сделка. Ну вот просто можно эту сделку... Бывает, ну в данном случае я не буду так уж комментировать там, хорошо или плохо. Я смотрю с точки зрения обывателя. Давайте уж так подойдём к этому моменту. Начнём с того, что просадка у вас была. В итоге всё-таки тренд здесь на Ауди возобладал нисходящий, или там Новый Зеландец начал укрепляться. Ну, в общем, интересная ситуация. Как только вы просиживаете такие вот дёргания, я лично как раз поэтому, наверное, не люблю кросс-курсы, когда постоянно пилят вверх и вниз. Ну, бога ради. Так, давайте просто прикинем ваши просадки на всякий случай. Здесь просадка порядка 20 пунктов. Нормально. Хорошая сделка с хорошим результатом. Соотношение даже просадки к фактической прибыли очень-очень неплохое. Дальше пробежимся в фунт-канадец. Так, фунт-канадец. Эта сделка у нас одна в прибыли, одна в убытке. Вот эта прибыльная сделка. Но, опять же, я скажу, что, в принципе, вход-то неплохой. Причем взяли так все движение, которое вообще максимально можно было бы взять. То есть не стали жадничать. Вышли, я уж не знаю, везет вам так постоянно или нет. Часто бывает, вот у многих трейдеров, вижу, входит в сделку, берет как раз то движение, которое мог взять, и дальше начинается откат. Но, как всегда, вот скажу, что вот пилит, пилит, пилит. Многие, скажем, начинают в этом случае нервничать. Здесь такая серьезная, серьезный распил, 50 пунктов. Как вот вы пересидели, это уж вы меня удивляете. Дальше давайте посмотрим. Сделка фунт-канадец здесь, да, это вот убыточная сделка, она не пошла, я так понимаю, очень быстро вошли на пике. Закрытие, ну, с убытком. Закрытие, правильно, правильно закрытие, присутствует. То есть закрыто, дальше были, то есть постанали, дальше были, сколько закрылись. Ладно, убыток нам, дальше, да, дальше, кубка. У нас, кубка, да, это, кубка, да, это, кубка, да, это, кубка. Так, это у нас, 2,2,0,3, это вот все, делка, это все заработало. Чтобы не забыть, завтра у нас клубный день. Так, одна сделка, вот эта сделка, вот 3 доллара просадка, 30 пунктов, 38 пунктов. Фактически вот та сделка, которая 0,81, она просто не видна на графике, она за одну минуту была завершена. Следующая сделка, покупка доллар-канадец. Смотрим эти сделки. Здесь тоже сделка, я так понимаю, не пошла. С моей точки зрения, когда есть сильное импульсное движение, вот в сделку входить глубокого смысла нет. То есть импульс говорит нам о том, что движение чаще всего истеричное. Ну вот фактически, может быть, сделку-то можно, конечно, чуть-чуть поддержать. А, это была продажа, да, на самом дне. Ну фактически у этой сделки какие-то есть перспективы, но раз закрыто, так закрыто. Сделка с плюсом закрытая вот здесь. Вот я ее сейчас вижу на пике. Вот такие сделки, которые совершают трейдеры, я бы хотел сказать, что на импульсах не входят, на импульсах из сделок выходят. Вот очень важное правило, которое вам сбережет огромную кучу денег. То есть как только вы видите, что движение сильное, многие трейдеры хотят к этому движению присоединиться. Вот самый классный вариант, если на этом движении вы будете фиксировать прибыль. Да, раз согласны, ну хорошо, сделайте для себя пометку. Мы видим, что у вас результат это в принципе. Так, 0.7, это вот эта сделка, доллар канадец. Одна сделка закрыта в какие-то очень короткие временные промежутки тоже. Но это чисто сделки такие, которые на графике ты не найдешь. Может на минутном графике это можно поискать, если есть желание. Но думаю, что тяжеловато будет эти сделки искать на графике. Вот они, вот на пике вы как раз тут что-то пытались сделать. На минутном графике эти сделки, вот как раз и две сделки. Ну вот типичная ситуация, тоже безнадежная сделка. Вошли в сделку, у вас дальше пилят. Но ничего, нормально, признали убыток и это хорошо. И последняя сделка, доллар канадец. Какая сделка? Это вот, а, вот именно эта сделка-то и нам сейчас и видна. 16.03 была совершена. Да, вот она, вот она, вот она. 16.03, да, вот эта сделка, которая была в итоге закрыта. Перспективы есть у этой сделки? Теоретически есть. Кстати, у вас есть шанс, если тенденция будет развиваться в нужную для вас сторону, войти в сделку, присоединиться к движению. Но вот это уже флэт, и на флэте теряют и те, и другие группы трейдеров. В большинстве случаев получается такая ситуация. Вот смотрите, Яков, вот первое, что сейчас нужно для себя вам отметить, у вас какие-то много мелких сделок, которые как бы действительно дерганы. Для себя сделайте поправку, давайте сделаем следующий, следующий тест. Вот в принципе у вас идет все неплохо. Результат, результат идет нормальный. И давайте просто посчитаем количество сделок. Если их больше 30 совершенных сделок за весь период, то мы перейдем к следующему заданию. Если нет, то давайте еще недельку посмотрим. Постарайтесь не дергаться. Это все-таки демо счет. Здесь ничего волшебного, страшного не происходит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Давайте еще сделаем так. Вот 30 сделок в совокупности на одной сотой лота делаете. То есть именно сделки делаете качественные. Я их буду учитывать все. И потом мы перейдем на больший объем лота. Две сотых в том же самом ключе. Видите, пока у вас все неплохо получается. Вторая неделя и вся неделя в плюс. Даже можно как бы похвастаться стейтментом, сохранить его, показать, не знаю, бабушке, маме, сказать, не зря я торгую, не зря я торгую. Конечно же, данных пока еще мало для отчета, но вот тем не менее, похвастаться чем-то уже можно. Так, и заключительный счет сегодняшнего занятия. Я отвечу на вопросы. Так, следующий счет. Следующий счет. Логин его. Это Олег у нас, да? 7, 4, 8, 3, 4, 6, 4. Так, 7, 4. 4, 6, 7, 4. Да, все правильно. Да, это Олег. Здравствуйте, Юрганов Олег. Вот это ваш торговый счет. Давайте его сейчас проанализируем. Как вы понимаете, стабильность в принципе у всех трейдеров присутствует. У одних в большей степени, у других в меньшей степени. Так, теперь мы здесь выберем период. Посмотрим, у Олега мы видели стиль торговли немножечко другой. Он старается брать мощные, сильные движения. Прошлая неделя получилась очень неплохая. Эта неделя не удалась. Одна хорошая сделка и раз, две, три, четыре, пять. Четыре сделки в минус. И одна сделка у нас в плюс. Фактически, ну вот стиль, подход к торговле здесь совершенно особо. Это ближе к позиционному трейдингу. Олег, я сразу скажу, что вот ваша торговля очень похожа на позиционную торговлю. Давайте мы ее тоже рассмотрим. Многие трейдеры ставят перед собой цель торговать интродэй. Интродэй, то есть контролировать торговую позицию. У вас как-то вот больше получается торговать позиционно. Рассмотрим, что значит позиционно. Как раз перейдем к этой части. Так, закроем. Первое. Мы видим у нас итог. Вот можно ли бы у нас исправить эту ситуацию? Сделок минус четыре плюс одна. Плюс одна положительная. Но она очень хорошая. Так, первое. Канадский. Дальше мы по символу фильтруем. И находим доллар-канадец. Доллар-канадец. Кстати, это у Якова тот же самый подход к этой же валютной паре. Примерно, наверное, даже вы как-то торгуете. О, замечательная, красивая сделка. Обычно такие сделки я действительно куда-то собираю, вешаю. Я говорю, вот смотрите, как надо торговать. Хорошая реклама. Кстати, прекрасная сделка. Маленький риск. Взял очень-очень хороший тренд. Самое интересное, вы взяли его практически на самом пике. Многие трейдеры берут прибыль, потом рынок продолжает расти еще в два-три раза или половину от того, что зафиксировано. Вас как-то везет, я так буду говорить, пока везет, что вы хорошо берете прибыль. Хотите, да, маленький, не то чтобы маленький совет, был бы, по крайней мере, я бы сказал, это было бы идеально. Идеально, если бы прибыль, которую можно было бы зафиксировать, она пришлась бы вот на этот момент. То есть, вот к этому зеленому сектору, если бы мы взяли где-то вот это. То есть, взяли, дошла наша доходность до пика, а потом на время отката вот мы начали фиксировать результат. Поэтому пока про это невозможно сказать. Это везение, чудо. Может быть, вы какой-то гениальный трейдер с очень мощным, таким серьезным чутьем. Но вот факт. Факт. Хорошая сделка. Все остальные сделки, давайте посмотрим. То есть, случайно ли она? Нет. Вот что хорошего здесь. Эта сделка не случайна. Я думаю, вам нужно такие сделки стараться ловить. У вас есть к этому, как мне кажется, способности. Фунт. Great British Pound. И здесь мы сейчас посмотрим ситуацию. Что у нас подкузмило? А вот эта ситуация, Олег, смотрите, вот здесь скрыта та самая ошибка, с которой я вот всегда сталкиваюсь у начинающих трейдеров. То есть, прибыль была, причем она хоть была краткосрочной, она была значительной. Она была у вас прибыль не одну минуту. Ну вот пусть будет 20 пунктов. На всякий случай я скажу, что рынок в обычной ситуации ходит где-то на 70-80 пунктов в течение дня. Вот 25 пунктов это, ну, какой-то четверть, четверть дневного движения. Многие говорят, мало. Могу сказать, что это нормально. Обратите внимание, здесь вот прибыль была, прибыль была небольшая. Зафиксироваться с минимальным убытком или в ноль можно было, можно было. То есть, бывает такая ситуация, что не хочется прибыль фиксировать сейчас, сейчас все пойдет в нужную для трейдера сторону. Здесь шанс был и время у вас для этого было, ну, в общем-то, предостаточно. 16 на 5, это было 80 минут, фактически час, час двадцать рынок находился так или иначе в положительной зоне. Для позиционного трейдера, возможно, это, как говорится, ничто, но вот факт, ладно. Закрыли сделку с убытком, пилило, 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 непонятно, трейдер даже закрыл сделку. Позиция ушла в плюс, потенциально можно было бы и в ноль закрыться, и в плюс. Но, Олег, важный момент, вот что хотел бы сказать вот по этой сделке. Если бы закрылись здесь в ноль, уверен, у вас была бы чистая, свободная голова, у вас был бы шанс очень хороший найти, если бы остались при своем мнении еще одну нормальную точку входа. То есть, вот этот момент хотел бы я отметить. Олег, уловили? В данном случае ноль, ноль, незаработанные деньги, непотраченные деньги, это вот свежая голова для новых свершений. Особенно это учебный счет, попробуйте, сделайте 2-3 раза и проводите постанализ. Представьте себе, закрыли, ну, понятно, это хорошо, закрыли, потом провели постанализ, повесили перед глазами. Посмотрите, вот как будет у вас часто совершаться такая ситуация. Если она сплошь и рядом, вот над этим уже можно будет работать. Дальше. Евробакс. Где у нас Евробакс? Евробакс. Та же самая ситуация, та же самая ситуация. Смотрите, прибыль была, и прибыль была достаточно долго. Пусть будет нулевая, в итоге ноль. Смотрите, здесь из минус 4 мы плюс, эти сделки мы сюда списываем, сюда записываем. Две сделки можно было закрыть смело в ноль. Убыток фактически потенциально ноль можно было выйти. Делайте для себя выводы. Вот это является как раз причиной вот этих будущих накопленных убытков, а потом эти совокупные убытки становятся столько большими, что трейдер уже не знает, что с ними делать. Трейдинг – это как раз всегда выбор наиболее безопасного варианта, и когда вы хотя бы будете в ноль стоять, это уже подвиг. Как вы видите, мы ситуацию сейчас даже, вот эти две сделки могли бы просто отсутствовать. Плюс 10 долларов, и здесь вообще могло бы быть ноль, минус 4, минус 6. Это бы вообще было не минус 10, а просто ноль. Я даже не говорю о том, что прибыль закрыли сделку. Следующая сделка. Канадский доллар, японская иена. А вот эта ситуация та же самая. Это вот вы прям как Константин Шиловский у вас, вы там, вы не братья, не родственники случайно. Вот это тоже та же самая ситуация. Деньги вам рынок дал в руки. Причем вы по каким-то, не знаю, непонятным вам параметрам пересидели, пересидели просадку. А просадка ваша была фактическая, ну, в общем-то, с одной стороны, значительная. Вот она. Просадка. Если я потом рынок вам дал, с моей точки зрения, случайно деньги, случайно деньги, но вы этими деньгами, ну, никак не воспользовались. И даже не закрылись в ноль, не зафиксировались, ну, вот никаким образом. При том, что шанс у вас, ну, фактически в ноль, вот где-то был здесь. Олег, вы, может быть, я думаю, что вы все равно смотрите не первый раз данный семинар. Вот эта ситуация, она очень интересна тем, что вот фактически эту сделку, пусть будет эта сделка с убытком, она была не безнадежной, но мы ее не будем записывать в положительную зону, потому что реально вот вы могли бы закрыться с большей степенью вероятности, с большей степенью вероятности, ну, где-то здесь с убытком. Давайте уж поговорим честно. Шанс был какой-то закрыться в ноль, вот где-то здесь. Ну, фактически вы могли закрыться сделку с убытком где-то вот на этом уровне. Вот эта прибыль для вас была случайной. Давайте мы эту сделку записывать не будем, раз убыток, а такой есть убыток. А вот эта сделка, ну, это вот, не знаю, вот могу сказать так, что вот этот убыток и вот эта потенциальная прибыль с вами сделает в будущем очень злую шутку. У вас будет досадная группа убытков, досадная группа убытков, которые вы могли бы закрыть вот этой, пусть будет небольшой прибылью. Но давайте разберем, вот, пожалуйста, давайте разберем. Вот эту сделку, по крайней мере, я бы смог разобрать. Эту сделку тоже, наверное, теоретически можно разобрать с позиции графического анализа. То есть здесь, возможно, можно было провести вот такой анализ, раз. Я бы сказал, вот если вы спрашиваете, открыл бы я тут бы сделку, вот, ну, точно подумал, сделал бы я сделку, как вы. Я вот про себя могу сказать, что я бы здесь вообще бы не открывал сделку. Олег, вот хоть на, не знаю, хоть на образа молитесь, мне вот ни о чем это не говорит. Вот я понимаю, что вы как-то там анализируете, у вас есть правила. Я не говорю, что там они плохие или хорошие. Уважаю точно так же, как все религии. Итак, я скажу про себя. Вот здесь, с точки зрения графического анализа, я бы не открывал сделку вообще бы. То есть я даже не представляю, вот, что бы меня заставило принимать решение открыть сделку вот именно здесь. То есть если бы, если бы, например, я торговал очень краткосрочно, вот на этой валютной пале, то я бы, наверное, проводил вот такой графический анализ, искал бы возможные точки пробоя и входил, естественно, краткосрочно. Вот она, да, волна, волна. Пятая волна. И вот на этой волне я как раз и получил убыток. Я говорю сейчас вот, а, это Евгений Гриднев написал, можем ли мы все это разобрать с точки зрения графического анализа. Это я все-таки в сторону Евгения сейчас, наверное, говорю. Евгений, ну я могу сказать так, что единственное, что бы я мог вот задним числом, как бы я думал, если вот эту сделку бы я совершил, я бы мог бы на себя найти какую-нибудь ситуацию, посчитал бы, что сейчас должен быть пробой вот в эту сторону. Но вот такие дерганые движения я что-то особо не люблю. Я люблю, когда рынок сжимается, 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 когда волатильность настолько низкая, что понятно, что куда-то оно разовьется, это событие. Вот я бы здесь точно говорю, вот нет у меня никакой идеи, чтобы войти вот именно здесь в сделку. Олег, вот у него есть, у него была практическая реализованная идея, это все нормально. Другой момент я хотел бы сказать. Вот здесь бы я, может быть, и вошел, причем даже, наверное, где-то на этом уровне. Вот наш некий треугольник, это все новости, это все события, события среды, 18 число. Возможно, при, скажем, выходе цены за границу треугольника, я бы, может быть, или не сказал, возможно, взял бы какую-то часть от этого движения. Причем, что мне нравится вот в этой сделке, вот лично я мог бы такую сделку совершить, то, что здесь движение было чистое, то есть чистое, не пилило вот по этому уровню, вошел в сделку и дальше сидишь, зарабатываешь деньги. Зафиксировал результат бы, ну, у меня всякое бывает. Мог бы я зафиксировать результат здесь бы, вот какой-нибудь взял бы прибыль, сказал страшно. Максимум я бы никогда не беру, вот здесь это точно бы не закрылся бы. Лучший вариант, лично бы я бы закрылся где-нибудь вот на этом уровне. Взял бы половину от этого максимального движения, ну, где-то здесь. Вот фактически, может быть, здесь, здесь бы я зафиксировался. Если говорить про меня, вот про меня, как бы я эту сделку сделку. Здесь бы эту сделку я бы, ну, не сделал бы, у меня нет, я не люблю вот такие дерганные движения. Вот когда волатильность снижается, это вот самое милое дело. Все, ну, что замечательно. Смотрите, вот эта сделка должна быть очень большой жирный плюс. Теперь подсчитываем результаты, и оказывается, у нас потенциально 4 сделки в плюс, и фактически, фактическая сделка всего лишь одна сделка в убыток. Посмотрите, вот она. Евгений, ой, Олег, есть над чем работать. Я бы сказал так, вот глупо, глупо выбрасывая деньги в окно. Факт, факт. Поэтому качество ваших сделок, в общем-то, высокое, высокое качество сделок. Как говорится, ценю, хвалю, респект и уважуха. Для себя определите, сколько денег вы хотите брать. Ну, представьте, Олег, вы, не знаю, женатые, взрослые вы человек, я про вас ничего не знаю. То есть, давайте, для себя нужно найти мотивацию. То есть, либо вы отдаете деньги рынку, либо рынок дает деньги вам. То есть, тут вопрос жадности, он не должен никак стоять. Должна быть циничная фиксация прибыли. Определите, сколько вы готовы взять от вашей потенциально заработанной прибыли. Вот эту сделку давайте уж как рассмотрим. Ушла, давайте, вот какое правило бы я вам сделал. Вот, если у вас есть прибыль, больше какой-то определенной нормы доходности, берите половину от этой прибыли. Вот деньги в кармане лучше, чем деньги где-нибудь. Но вот результат очень-очень-очень неплохой. Давайте сделаем, опять же, посчитаем следующий, весь расклад сделаем следующим образом. Опять же, я сейчас посмотрю, выбрать период за всю историю. Посмотрим общее ваше количество сделок. Сделок, конечно же, у вас не очень много. Это со мной страны радует. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вы с Ярославом, у вас с Яковом, Яков же, да, Яков, да, Ярослав, у вас примерно одинаковое количество сделок. Давайте сделаем так, то же самое, вот все точно в таком же ключе. Постарайтесь вот эти досадные ошибки для себя убрать, отметить, сказать, что вот так я больше делать не буду, это вообще какая-то ерунда. Берите, давайте следующее. Вот вам, если хотите, задание. Задание будет следующее. Если у вас есть прибыль потенциальная, возьмите от этой прибыли от 50% до половины, от 30% до половины вот этой потенциальной прибыли. То есть жадность вы будете просто цинично брать. Если вы будете нарушать это наш уговор, наверное, вас надо будет как-то там жестоко наказывать. Задание понятно? А, ну, задание, ну, давайте так, задание вам понятно. Задание следующее. Брать от, чтобы у вас в следующей неделе, вот мы будем точно так же разбирать сделки, вам задание такое. Вот если у вас есть, будет желтый сегмент, вот таких розовых сегментов у вас быть не должно. Но у вас должно быть половину, половину от этой заработанной прибыли. Половина или 30%. Вот, чтобы вот этого всего розового мы просто больше не видели по возможности. Понимаю, что всякое может быть. Давайте попробуем это сделать. Тем не менее, то есть мы видим, что у вас результаты потенциально очень-очень хорошие, потенциал есть. Глупо вот выбрасывать деньги в окно, работаем. Опять то же самое, одна сотая лота. Когда будет 30 сделок, мы обязательно здесь сделаем ответки. Все, отлично, все задачи розданы. Так, теперь вопрос, ответ вернее тому, кто сделал это домашнее задание. Роман Коротнов, да, по-моему, я выполнил первое упражнение, как мне сделать, чтобы вы могли проанализировать мою торговлю. Вам нужно прислать мне логин, пароль, да, Роман. Вам что нужно сделать? Мне на электронную почту берете, присылаете логин от вашего демо счета и пароль инвестора. Пароль инвестора знаете, как сделать или не знаете? Подсказываю, у вас есть пароль отчета, вы входите в раздел сервис, настройки, в раздел сервер, находите папку изменить, вводите сюда ваш текущий рабочий пароль. И вот здесь нужно будет заменить пароль инвестора, сделать, заменить главный пароль, убираете, ставите флажок заменить пароль инвестора. И вот здесь вводите буквы и цифры нового пароля. То есть это пароль инвестора, это просмотровый пароль. Только сделайте ради бога QWERTY 11234, чтобы у нас было все стандартно. QWERTY 11234. Так проще переключаться без каких-либо проблем со стороны всех, кто смотрит. Ну все замечательно, то есть можем и ваши сделки. Вот у меня пятый человек уже появился, вот больше пяти я, наверное, разбирать уже не смогу. То есть один человек будет у нас постепенно выбывать, один будет добавляться. Но будем посмотреть по ситуации. Все остальное можем разбирать на соответствующих семинарах, клубных днях, либо как-то в частном порядке. Надеюсь, вам сейчас все понятно, что трейдинг это не настолько сложное занятие, что трейдеры в некоторых случаях сами выбрасывают деньги и потом говорят, что жадность пришла. Какая здесь может быть жадность, если демо счет? Нет, давайте в этом конкретном случае, в этом конкретном случае мы сейчас не ставим перед собой задачу добавляться к прибыльной позиции. Вот адрес моей электронной почты на экране. В этом задании не добавляться. Это базовое упражнение, то есть здесь оно должно быть максимально чистым. Это то же самое, как любому спортсмену. В каждом виде спорта есть те разминочные упражнения, которые нужно делать, и они должны быть простыми, стандартными и понятными. А вот все остальные усложнения к этому базовому упражнению, это уже упражнение номер 3, 4, 5 и так далее. Фактически у меня 10 упражнений, которые могут довести трейдеры фактически до профессионального уровня. Они, естественно, несколько адаптированы под интернет. Я больше делаю не то чтобы шоу, а как-то понимаю, что мы имеем несколько неудобные отношения. То есть я что-то рассказываю, а вы смотрите и комментируете. Поэтому все упражнения, которые я делаю, они вот несколько адаптированы под интернет. Я даже сказал бы так, что если бы кто-нибудь из здесь присутствующих трейдеров начал допускать вот такие грубые ошибки, после первого подзатыльника они бы, наверное, быстро бы задумались. Ну вот часто бывает так. Один подзатыльник заменяет тысячу слов. Это шутка. Не шутка, вернее, шутка, в которой есть доля шутки. Все, электронная почта есть. Пожалуйста, пишите, присылайте, посмотрим, разберем. Дадим какие-нибудь меняемые советы. Но сразу скажу, все ошибки упираются вот либо рано, либо поздно вошел в сделку, не додержал, не досидел. И задача, в общем-то, натаскать себя на те правильные решения, которые приводят трейдера к успеху. Как видите, каждый трейдер, каждый из 10 практически присутствующих имеет шансы для получения стабильных положительных результатов. Не только пароль инвестора и логин. Мне ваш торговый счет, ну в смысле как, по трейдеру, вообще не нужен. И даже я больше всего не опасаюсь, что вы мне по глупости или просто по недомыслию прислете пароль от счета. То есть, также я работаю с реальными счетами трейдеров. Я их на удаленке совершенно спокойно наблюдаю, когда мне нужно. И поэтому, вот не дай бог, то есть будет случайно, можно влезть на реальный торговый счет. Поэтому от всех трейдеров я прошу только счет инвестора, чтобы можно было подсмотреть сделки, поправить что-то, сказать, написать. Но только чтобы, не дай бог, случайно не влезть в чужую торговую операцию. Нет, Дмитрий, записи не будет. Все идет всегда вживую. Семинар еще несколько сыроват. Под запись даже и не хочется. А с другой стороны, мы каждый раз анализируем новые ситуации. Видите, все вживую. Учитывая всю неделю, которую мы торговали. Поэтому в записи давать такой семинар, мне кажется, глуповато. Все. Самую главную часть нашего семинара я провел. Большое вам всем спасибо за участие в семинаре. Всем, кому нужно, я думаю, для себя сделали пометочки. Ваши ошибки, ничего там удивительного. Каких-то грубых ошибок у вас нет. У каждого есть свой какой-то стиль. И вот поправлять будем по ходу. Вашей торговли будем изменять, подавать вам те подсказки, которые вам будут облегчать жизнь в трейдинге. То есть одному можно будет увеличивать плечо, а другому плечо будет просто смертельно и никакого шанса на победу не получится. До свидания. Завтра, вот все вопросы, которые, может быть, сегодня не рассмотрим, завтра рассмотрим на семинаре, на клубном дне. Там пообщаемся, поговорим о техническом анализе. Мне не успел рассмотреть сегодня несколько вопросов из пристанной почты. Завтра уж все-таки окончательно с 10 часов утра буду делать это. До свидания. С вами был Владимир Тишко.